Скоро в Петербурге. На экранах города покажут злостных неплательщиков элементов. Судебные приставы уверяют, что премьеры коснутся тех, кто годами уклоняется от судебных решений. Но вот законно ли это? Инициаторы говорят, что другого выхода нет. Сотни так называемых папаш, а встречаются и мамаши, и знать не желают, как и где растут потомки. И вот и приходится взывать к совести при всеобщем обозрении. Поможет ли данная затея? Интересовался Константин Рожков. Нерадивым папашам теперь обеспечена дурная слава. Фотографии самых злостных неплательщиков элементов в Петербурге теперь будут показывать на уличных мониторах, расположенных в самых оживленных городских местах. Никто, конечно, не ждет, что у людей, которые годами игнорировали собственных детей, при виде своей физиономии вдруг проснется совесть. Но вдруг соседи или даже коллеги по работе увидят знакомое лицо и просигнализируют в службу судебных приставов. У некоторых долги исчисляются сотнями, тысячи, даже миллионами рублей. Нередко мужчины бросают семьи сразу после рождения детей. Ребенок растет, алименты капают. К 18 годам набегает круглая сумма. И тут уже найти папу становится не по силу даже специально обученным людям. Судебные приставы применяют эту меру как крайнюю, поскольку уже все внутренние ресурсы службы по розыску конкретных лиц закончились. И вот сейчас обращаемся за помощью к общественности, к жителям города, которые, надеемся, воспримут эту информацию адекватно и будут оказывать содействие, поскольку за большинством из таких случаев стоит судьба детей. Причем говорить «должник» не совсем корректно. Есть и должницы. В семье Бертовых приставы разыскивают именно маму. Женщина бросила мужа с новорожденным ребенком. В этом году он уже пошел в первый класс. Ухажеров меняет, как перчатки, возмущается отец-одиночка. А алименты не платит. Ну а на что бы вы потратили эти деньги? Ну много чего по мелочи. Вот у нас там, не знаю, пылесоса нет, там телевизор сломался. Ну такое всякое. Вот Деду Морозу письмо Андрею написал Деду Морозу, что хочет планшет на Новый год. Тем не менее, некоторые юристы считают, что вывешивать фото неплательщика на всеобщее обозрение незаконно. Конституция гарантирует вам уважение к вашему человеческому достоинству. Никто не может его унижать. Понимаете? И ссылки на то, что, ну это же правда, во-первых, это еще не доказано, что это правда. А во-вторых, ну, простите, вас снимут в туалете и выместят в интернет. Что же правда? Ну это унижает ваше человеческое достоинство. Да и не факт, что оправдается главный расчет судебных приставов. По крайней мере, среди прохожих, причем как мужчин, так и женщин, желающих доносить на папаш беглецов, не нашлось. Скажу, что это нехорошо, что нужно платить алименты, соблюдать закон, ну и нести ответственность за своего ребенка. Это очень важно, я считаю. Но сдадите ли вы его в органы? Навряд ли. Если он будет моим хорошим другом, то, скорее всего, нет. Но если другом будет и его жена, то я буду думать уже по ситуации. Да нет, конечно. Ну, потому что не мое это дело. Понимаете? Это вот личный нравственный вопрос каждого. Принято считать, что невыплата алиментов скорее проступок, а не преступлением. Хотя за финансовым долгом зачастую скрывается другой, родительский, оплатить который гораздо труднее. Целую. Будь умницей, пока. Хорошие оценки принеси. Константин Рожков, Валерия Фоники, Наталья Шорникова и Александр Макаренко. Пятый канал.